Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Сегодня у нас понедельник. Ну, как обычно, обещают дождь, но пока не замечаю я каких-то чёрных туч. А вчера такой вот небольшой дождик накрапывал. Бассейн работает, но вода ещё, конечно, там холодная, она не прогрелась. Ну, что ещё могу вам сказать? Лето всё-таки пришло. И вчера у нас тут такая была красивая радуга. Дождик прошёл, такая радуга красивая была. Ну, я вставлю этот кусочек с радугой. В общем-то, сегодня начался новый день. Что сегодня он нам принесёт, я всё буду показывать. Сейчас я, как обычно, иду кормить рыбок. Куда ж без этого. Ну, что ещё, что ещё, что ещё. Если не будет дождя, конечно же, немножко хочу травку-муравку вырвать, потому что после дождей начал вылазить сорняк, которого я терпеть не могу. Ну, в общем-то, день начинается. Что будет впереди, всё буду показывать. У меня четыре кустика клубнички. И смотрите, сколько насыпалось яблочек. Вот интересно, какой будет урожай. Вот они сыпятся. Вот столько насыпалось, это уже всё ушло. Вот так-то. Так что, думаешь одно, а получается, как получится. Ну, вот яблочки как бы есть на деревьях. Ну, дождутся они своей зрелости или нет, будем смотреть. Так, рыбки кушать. Давайте кушать. А ну-ка, приплывайте. Трусливые рыбки. Покажите нам, как вы кушаете. Ну, очевидно, наверное, дождь таки будет, потому что, видите, мои нимфеи не открылись. Если бы было солнце, они бы открылись. А так они пока вот закрытые. Так, рыбки. Ну, мы же ждём вас. Боятся. Они ещё ко мне не привыкли. Вот я знаю некоторые прудики, где много людей проходят. И там только человек подходит к прудику, они уже прям приплывают, ждут, что их будут кормить. А мои какие-то пока трусливые. Вот я надеюсь, что привыкнут. Вот так-то. Нимфеечки, смотрите, как разрастаются. Листики разрастаются. Ой, скоро вот та крайняя, сиреневая, которая очень красивая, уже бутончик вышел, я вижу, будет цвести. Такие красивые ёлочки. Когда мы тут со Славочкой идём в магазинчик, я вот увидела и решила вам показать. Такая красивая-красивая, пушистая-пушистая. Такие лапки. Вот такие. Московский проспект. А тут, смотрите, что делается. Реконструкция полная. Нам сейчас для того, чтобы попасть в магазин, купить хлор для бассейна, мы тут обходим-обходим целыми катакомбами. Славочка пошёл впереди. Тут, в общем, такая вот ремонт, полный ремонт. У нас же скоро в городе будет праздник, 23 августа, день освобождения города. И вот всё делается. И когда это закончится, неизвестно. Ну, к 23 августа сделают. Нет? Да посмотришь, сделают. Конечно. А, там же выборы. Филим и кур для бассейна и едем домой. Вы ехали на улицу Плехановская в районе Дасаапа. Бывшая до революции улица Петинская. Петинская? Да. А я даже такого и не слышала. Да, до революции эта улица называла Петинка. Петинка. Интересно как. Да, она существовала до революции. Почему? Потому что в конце Плехановской был завод Гельферик-Саде. Это нынешний завод имени Малышева. Был паровозостроительный. Вот. После паровозов стали делать танки. Сколько интересного сразу я узнала. Да, танки выгоднее делать, чем паровозы. Ясненько. А сейчас мы выезжаем на проспект Гагарина, да? Да. Начало проспекта Гагарина в районе ДК Строителей. Вот. Слева у нас отель Ан-2. Во дворе. Красивый стоит отель. Вот. Далее будет красивый отель Вива. Уже начинаются пробки, да? Ну, здесь немножко, но... Может быть, потому что Московский перекрыт. И сюда пошел поток большой. Да, перекрыт Московский. Плюс стоянок нет. Машины стоят вдоль дороги. Поэтому, получается, вместо двух полос одна. А тут написано, вот, аренда прямо. А был раньше банк. Это был приватбанк. Приватбанк был, да. Теперь все. Приватбанк оттуда выгнали. А это не их разве здание было? А? По-моему, это было их собственное здание. Нет, нет, нет. Нет? Если бы это было их собственное здание, то оно бы так за государством и осталось. А банк национализировали. И... Вот. Это здание огромное было приватбанк. Какие тут пробки. Мы проехали. Отлично. Да, справа сейчас будет отель Лива. Да, я сейчас покажу, 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 покажу. Отель, в котором нет, слова нет. А ты знаешь, что плохо было видно солнце оттуда? Ага. У нас сегодня, по прогнозам, дождь. Но так странно. Солнце светит. И так немножко, немножко моросит дождь. Пока мы вышли с магазина, уже все. Уже дождя нет, уже опять солнце. Но по прогнозу и гроза, и молния показывает. Ну, как-то вот странно-странно. Это у нас автовокзал. Он очень древний, этот автовокзал. Да. Очень-очень древний. А вот прямо торговый центр. Его очень долго строят, но... Идет к завершению. Да, я так смотрю, там... Сейчас я прежде сделаю. Смотрите, там работники уже наверху работают. 26 градусов тепла сегодня, да? Понятно. Я смотрю, у нас в городе одни торговые центры. Никольский открыли, шикарный. Теперь этот строят. Тоже, наверное, откроют, будет тоже красивый. Ну, посмотрим. Все в наших руках. Зайдем и посмотрим. Итак, мы уже едем по проспекту Гагарина. Здесь у нас впереди виадук. Я его уже неоднократно показывала. Этот виадук. Он красиво смотрится вечером, когда идет подсветка. Вот мы подъезжаем к виадуку. Мы уже приехали, купили хлор. И Славик запускает его в корыце. Я сейчас четыре буду. Бросай. Чтоб сразу очистка была хорошая. Водичка. А сколько градусов ты не смотрел еще? А ну смотри, сколько градусов. Ну еще, как для меня вода холодная. О, девятнадцать. Девятнадцать. С первого дня на градус поднялась. Ну, видишь, отвергаешь двадцать четыре. Какие там двадцать четыре? Ладно, пусть очищается. Вот так вот работает насос. Там все бурлит. Такой огромный. Туда засыпается кусок. И идет вот такая вот очистка. Ребята, вчера этого не было. А сегодня, смотрите, один портулак расцвел. Красота. Вот такой он красивенький. Желтенький. Пожалуйста, рыбки уже все съели. Чуть-чуть осталось. Все слопали. Распускаются мои немфеи. Ну, я же говорю, солнышко светит, потом дождик моросит. Опять солнышко, опять дождик. Плавают, плавают. Плавают. Я их там вижу. Ну, вам, наверное, не видно, потому что отражается небо и дерево. Они вокруг вот этих ирисов плавают. Причем плавают только стайками. Вот стайкой плавают. Ладно, пошли мы обедать. Принцесса, наша принцесса отдыхает. Да, Матильда Ивановна? Вот так она разлеглась и отдыхает. Да, девочка? На обед у нас хашлама, сырочек, помидорчики, клубничка. Всем приятного аппетита! У славочки тоже хашлама, лавашек, маслинки, помидорчики, помидорчики с сыром. Так что у нас обед. И вот такая клубничка у нас на десерт. Ароматная, вкусная, сладкая. Наступил вечер. И гляньте, какие появились черные тучи. Целый день ждали дождь. Ну, не знаю. А там, смотрите, какое солнце светит. Затучит. Сейчас постараюсь показать. Смотрите. Там светит солнышко. Там тоже как бы голубое. А с другой стороны черное. Прям вау. Смотрите, какая чернота идет. Вот тебе и погодка. Не поймешь, что это такое там творится в нашем небушке. Ох, какое непонятно. Непонятно, просто непонятно. Часть темного, часть светлого. Будет дождь или не будет, не знаю. Вот сейчас еще покажу вам тоже. Какие-то странные тучи. Там черное. Там прямо все голубое-голубое. В общем, день заканчивается. Посмотрим, что будет завтра. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok